Универсальный ремонтный электрод Zeller 555 с рутиловым покрытием предназначен для сварки углеродистой и низколегулированной стали в условиях повышенного загрязнения. А именно ржавчины, грязи, масла, влаги и даже в окружении воды и под водой, что делает этот электрод значительным при ремонте старых паротрубопроводов, ликвидации свещей в системе водоснабжения. Использовать постоянный ток примерно 102-103 ампер, установить на электрод полярность, прямую полярность, минус на электрод держатель. Электрод держать максимально под 90 градусов. Данный электрод гнется, сохраняя обмазку. Для вас это означает возможность сварки в труднодоступных местах. К примеру, заварка свеща в водопроводной трубе, находящейся во внутреннем углу здания. Сделай поджиг. Легко зажигаемая дуга варить сможет даже не сварщик. Это дает возможность сварки вслепую, в труднодоступных местах. Можно дать поварить кому-нибудь из присутствующих, кто ни разу не держал электрод. Давайте проверим обмазку. Обмазка не замыкает. Это вам позволит использовать зеллер 3 пятерки в труднодоступных местах, особенно где другие будут замыкать через обмазку. Давайте усложним задачу для электрода. Пусть он покажет, как он работает в условиях агрессивной среды. Возьмем стальную пластину. Нанесем на нее агрессивную среду. Вот что означает электрод контактного типа. Обмазка касается металла, но электрод при этом не замыкает. Самый дешевый сварочный автомат. Дадим до конца. Сгодите. 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 Обратите внимание, легкое шлакоотделение и довольно-таки качественный сварочный шов. И при этом мы не использовали руку профессионала, просто положили электрододержатель и сварка осуществлялась сама. А теперь еще больше усложним задачу. Перенесем ведро воды и попробуем произвести сварку прямо под водой. Обратите внимание, наш уголок в краске. Плюс к этому уголок погружен в воду. Ампераж увеличить. Просто опускаем воду и осуществляем сварку. Конечно, таких случаев, как этот, у вас нет. Но даже в таких жестких условиях можно осуществлять качественную сварку. Вы знаете, что позволяет осуществлять сварку в столь сложных условиях? Рутиловая обмазка электрода. Рутил – это оксид титана. Он имеет температуру плавления выше, чем температура плавления стального прутка. А значит, он выгорает позже, чем сварочный пруток. То есть сварка происходит внутри обмазки. И тем самым дуга защищена от воздействия воды, грязи или масла. Это еще не все. Теперь проверим, как он работает в различных позициях. Давайте наплавим букву «П» в вертикальном положении. Очень хорошая управляемость этим электродом позволит решать любые поставленные перед вами задачи. Особенно в труднодоступных местах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!